Информационное агентство «Высота-102» коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Выборы без выбора депутаты утвердили в должности уполномоченного по правам человека. Эффект домино стали известной подробностью ЧП при строительстве жилой многоэтажки. В уходящие натуры губернатор дал оценку пятилетней работе Волгоградской облдумы. Без сенсации обошлось сегодня тайное голосование депутатов облдумы по вопросу утверждения уполномоченного по правам человека на ближайшие пять лет. Этот пост по-прежнему будет занимать героя России Валерия Ростовщиков. В бюллетенях была всего одна фамилия. Ранее один из депутатов выдвигал на эту должность кандидатуру адвоката Альберта Кармазиновского. Однако этой персоналия не прошла согласование в аппарате российского омбудсмена. Валерию Ростовщикову перед голосованием дали слово, в котором он коротко рассказал о своей биографии. О работе на посту правозащитника останавливаться не стал. К слову, народные избранники и не настаивали. У парламентариев было хорошее предотпускное настроение. Сегодняшнее заседание стало последним для пятого созыва Волгоградской областной думы. Выборы в новый созыв пройдут 8 сентября. Финальное заседание рекпарламента выдалось сегодня насыщенным. После рассмотрения депутатами повестки дня в зал заседаний устремился губернатор Волгоградской области Андрей Вочаров. В своем вступительном слове он поблагодарил парламентариев за плодотворную работу, которую назвал «титанической». Напомнил собравшимся о главных успехах, которых удалось достичь региональной власти за последние годы, в том числе при участии законодательного собрания, а также обозначил приоритеты на ближайшие годы. Без такой совместной работы стабилизировать ситуацию на территории области было невозможно. Я благодарю вас и за поддержку, благодарю за такую работу, за открытость, принципиальность, за многополярность мнений и, конечно, за принятие решений. Решений, направленных исключительно на вопросы, связанные с развитием в городской области. Это очень важно. На этом общение главы региона с народными избранниками не закончилось. Андрей Вочаров вручил руководителям парламентских фракций благодарственные письма, а далее заявил, что готов ответить на любые вопросы. Прессу при этом попросили удалиться из зала. Дальнейший разговор продолжился уже при закрытых дверях. Стали известны подробности ЧП на строительном объекте компании «Пересвет Юг» в Ворошиловском районе Волгограда. При возведении последнего 12 этажа дома номер 20 по улице Профсоюзной разрушилась одна из бетонных стоек. По цепной реакции накренились и соседние элементы каркаса. На этом этаже предполагается размещение элитных квартир в стиле лофт с высокими потолками и персональными террасами. Жильцы дома напротив стройки стали очевидцами этого происшествия. Вдруг я услышала очень сильный, резкий звук. Звук был постепенный, долгий и многократный. Вот этот звук, что что-то падало, как будто домино. Также я увидела, что люди, которые, видно, строили на этом этаже, занимались этим этажом, они стали убегать с этого места вниз, спасались бегством. Было очень страшно смотреть на это все. В компании «Пересвет Юг» информагентству пояснили, что в ближайшую неделю демонтируют пострадавшие конструкции и заменят их на новые. Срок завершения строительства, а это второй квартал будущего года, не изменится. В дворах многоквартирных домов Волгограда кипят работы по благоустройству. По 16 адресам сейчас идет ремонт асфальта. До конца года обновят территории, объединяющие 54 многоэтажки. Помимо дорог здесь появятся новые игровые площадки, скамейки и фонари. Во дворе домов по улицам Кузнецкой, Родомской, Ковенской, Ворошиловском районе начали укладку финишного покрытия на тротуарах. Активные работы ведутся и возле дома номер 22 по улице Циолковского. В Красноармейском, Советском, Дзержинском и других районах реконструкция проездов также вошла в активную фазу. Там меняют бортовые камни, восстанавливают колодцы инженерных сетей и готовят основания под укладку асфальта. Всего в Волгограде, начиная с 2014 года, обновили уже 146 дворов. Продолжение следует...